В принципе, здесь, на Донбассе, это уже было давно очевидно, сейчас просто то, что было раньше очевидно, каждый для себя яснее-яснее усваивает, и Минобороны отреагировали таким образом на обстрелы российской территории, что будут удары по центру принятия решений. Мне, честно говоря, как и всем остальным, удивительно слушать такие вещи, почему до сих пор не населены эти удары, на 50-й день войны Минобороны угрожают, вот-вот сейчас мы начнем воевать по-настоящему, нет, ну надо как-то это делать, надо действительно защищать своих граждан. Вот, дальше, ребят, в принципе, по обстановке, вот это я хотел сказать, что обострилась ситуация на российско-украинской границе, да, там на Брянск, Белгород, и это такое начало, на Донецком фронте, Луганском, без каких-либо изменений, все точно так же статично замерло, в Мариуполе по-прежнему бои, центр города, по сообщениям некоторых военкоров, полностью очищен от врага, я не знаю, вот, ну, доверяю, там, нормальные ребята, раз они так говорят, так и есть. Я зарекся критиковать что-либо, пока идет военная операция против Украины, да, то есть никакой критики такой не будет, ничего, ни гражданских институтов, ни Министерства обороны, ничего, но есть вещи, которые не требуют отлагательств. Первое. Ситуация с зарплатами добровольцев на Донбассе, которые не по повестке, а которые добровольно пришли в военкомат, пишут разные вещи, что им не платят, платят не столько, задерживают, пишут просто мне люди, подписчики, сейчас я пытаюсь все это как-то у себя в голове оформить, понять эту систему, почему им не платят, почему должны ли им платить, то есть я уверен, что у нас могли и не платить, ну, как бы, вот, ну, вы поняли, да, то есть пытаюсь разобраться с этой ситуацией, надеюсь, что до моего разбирательства уже отреагируют и разберутся сами, кто в этом компетентен. Также вторая ситуация непонятная со свидетельствами о смерти. Мы знаем, это ни для кого не секрет, что часть жителей Донбасса принимала участие в спецоперации в различных добровольческих отрядах, а также были мобилизованы и отправлены за территорию Донецка и Луганска, и, конечно, ну, как всякая война, они бывают без потерь, там люди понесли потери, кто-то погиб. И теперь проблема, теперь проблема получить здесь свидетельство о смерти. Например, приходит тело, конечно, его хоронят, да, а свидетельства о смерти нет. Зачастую у людей, которые привозят, у них нет документов с собой, то есть где-то они потерялись или вот, ну, что-то произошло, и люди не могут получить компенсацию. Семьи не могут получить компенсацию. Дети, жены, матери, тоже большая проблема, и я тоже пытаюсь разобраться в этом нюансе, и тоже надеюсь на то, что она будет услышана, и с ней разберутся до всех вот этого медийных каких-то огласок. Вот, очень хорошо у нас получилась вот медийная огласка, значит, с таможней, да, и там как бы с этой ситуацией разобрались, подняли это на высший уровень. Возможно, я надеюсь, что будет какое-то законодательное решение. Ну, в общем, вот просто разобрались, да. Вот, надеюсь, что ситуация по свидетельствам о смерти и с выплатом зарплат, значит, добровольцам, которые пришли в военкомат добровольно, когда вот был призыв главы республики, они тоже разберутся до обсуждений, до того, как это перерастет в обсуждении в студии, там, например, Соловьев Лайф или на шоу, до этого всего, вот, чтобы Рудольфович там не жёг глаголом всех и все остальные. Вот, чтобы это произошло всё как положено, с этой ситуацией разобрались и все получили необходимые документы, зарплаты, деньги. Очень на это я надеюсь, значит, в завершении скажу, что как бы России трудно не было, победа будет за нами, враг будет разбит. Да, Россия долго запрягает, как заметил один мудрый немец, но очень быстро ездит, и под этот паровой каток может попасть не только Украина.